Амур Спидвей И генеральный директор областного центра развития спорта Сергей Владимирович Сибулин Здравствуйте Жму руки, поздравляю, спасибо вам огромное за то, что вы сделали Сергей, ну вот тебе первый вопрос, вот ты чувствуешь себя звездой? Ты чувствуешь, что ты сильнейший спортсмен? Да, звездой не чувствую, первый год для меня сложился удачно Мы проехали в высшую лигу, откатали ее хорошо, пробили в суперлигу В следующем году у нас будет больше конкурентов, сильнейших И там будет тяжелее Сколько тебе лет? Мне 17 лет А как попал в Спидвей? Как вообще в Спидвей попадает? Ну, в Спидвей я занимался 6 лет мотокроссом И вот мне 16 лет исполнилось И отец попробовал мне посадить на мотоцикл в Спидвей И создали команду Амур Спидвей И вот в нее я попал А отец тренирует отец? Да, отец А правда, что вот всех членов команды ваших, всех тренируют отцы? Ну, в основном, да Есть у нас тренер, который помогает нам, дает полезные советы Нам, которые помогают так же, как и советы отцов И дают нам стадион, мы там тренируемся И тренировки помогают очень, чтобы был накат Ну, то есть, Сергей Владимирович, получается, преемственность из поколения в поколение, так что ли? По-моему, в Амурской области такие богатые традиции Конечно, преемственность в поколении И не только Есть ребята, у которых отцы не хватали звезд с ним Вы все знаете Александра Туровца, отчаянный Отец у него картингист Мы когда-то вместе занимались Нет, сразу вопрос возникает Если отцы тренируют, если все по наследству передается Вот Спидвей, это доступный вид спорта? Доступность? Если обсуждать доступность, то любой вид спорта сейчас, дорогой вид спорта Можно об этом долго говорить Спидвей, тем не менее, он сейчас пока еще закрыт для обывателей Например, парень, но особых финансовых вложений нет у него Есть возможность, он может прийти Тренер Александр Александрович Лайтенко, про которого говорил Сергей Тот человек, который с душой подходит к делу И начальная подготовка у него звучит каждый день То есть есть сейчас мотоциклы, которые можно дать мальчишке попробовать И может быть, да, у него начнет получаться И тогда дальше тренерский состав будет заниматься И общей физической подготовкой Школа Спидвей есть в Благовещенске? Ну, школа Спидвей тяжело ее назвать Два тренера По общей физической подготовке Ислана Анатольевна Писменова Мастер спорта полиокатлетики И тренер по мотоциклетному спорту Вайтенко Александр Александрович Но это нам фигура всем известная Это мотогонщик с большой буквы Поэтому про него говорить только польза И если взять о развитии вопроса То развивать по территориям Если у нас в этом году прозвучало 8 наших спортсменов Предполагается, что в сезоне 2013 года Просто необходимо провести чемпионаты мужской области по территориям И чтобы провести 6 соревнований По 2 соревнования на субботу и воскресенье заложить Вот уже будет результат Результат будет очевиден То есть нужно развивать область уже Надо развивать область, территорию Чтобы жители области могли увидеть красоту этого вида спорта И не только такого вида спорта Вопрос неоднократно был на спидвей Сергей, я тебе хочу задать вопрос Неоднократно был на соревнованиях И садится мастер, садится профессионал на мотоцикл Четыре участника Мотоциклы, они же все одинаковые Ну, в основном, да У кого-то просто бывают лучшие моторы Там тюнингуют сами И карбюраторы, там много нюансов Но есть какие-то параметры, которые нельзя нарушать Вот определенные рамки Вот садится мастер, он сразу на старте стартует И потом каждый круг увеличивает отрыв Вот в чем секрет, почему? Мастерство то же самое Ну, как Павел Чайка, например Он ездит уже несколько лет И ему, у него есть хороший накат И у меня в конце года появился накат И мы приехали, гонок много И первый год для меня нормальный Так, как говорят спортсмены, опытные тренера Перебив Сергея Поймать ход Вот в середине сезона Ну, не ловил у нас один спортсмен А Анатолий Петрович звонил Говорит, Сергей Владимирович, ну ход потеряли Но в этом соревновании, которые прошли 9-10 марта У Романа ход был не потерян И у Сергея ход был И у всех остальных Посмотрите, что творилось на трибунах В начале сезона так никто быстро не ехал Даже и я с гонщиками с Приморского края Ну, я даже не мог догнать В этом году, ну, в конце сезона я уже Ну, проехали все практически Давайте подробнее про куба, который принесли А это гордость Красота Это гордость и красота Амурской области Всех жителей Амурской области Всех тех, кто положил силы Здоровья для этого Это кубок чемпионов России Высшей лиги по мотогонкам на льду Класс 500 2012 года То есть в Амурской области кубок такого уровня впервые? Думается, что да Можно вот задуматься Вот, чтоб гордость всех амурчан Всех, кто живет в Амурской области Вот команда высшей лиги Чемпион Просто здорово Да, красота Кубок красивый Наши, одна из сильнейших команд в России Это серьезные последствия То есть это однозначно Разъезды, выступления в других городах В других странах А финансовая сторона вопроса Финансовая сторона Из бюджета не взяты ни копейки Вот огромная благодарность Правительства Амурской области За то, что инвестор Индостек Генеральный спонсор Генеральный спонсор По договору с ним По отчетности перед ним Выполнены все вопросы Я думаю, у команды нет никаких Да, все было хорошо Сколько ездили гонок Были везде Вот если взять тот автобус, который подарили Он проехал Минимум, наверное, тысяч тридцать пять Сколько вы провели По всей России Наш автобус Амурской области Спортивно видели Во всех городах Это и Глазов И Новосибирск И через Москву проезжали И Кумертау И Уфа Это Самара Можно представить Вот Благовещенск рядом И все затраты Только генеральный спонсор Да Правда ли, что Все в спидвей Но тебе только 17 лет Ну кто Не знаю Были ли у тебя серьезные травмы Или нет Надеюсь, что нет Но вот кто выступает постоянно Кто мастер спорта Уже взрослые ребята Они все поломанные Правда? Ну, возможно, да Некоторые Иногда не везет Ну, в основном А сколько падений было Ты вообще считаешь? Ну, никогда не считаю Смысла нет Травмы были серьезные? Ну, в Матокроссе были Да Спидвей пока нет Говорят, что в хоккей Игра идет Жесткая игра И они Борт сильно ударяются И некоторые ребята У них по глазам Видно, что они боятся Вот есть такой страх? Есть? Спидвей Смотря У меня, например, у меня нету такого Я привык уже к скоростям Таким И для меня Ну, то есть Адреналин-то понятно Но страха нет, что ты сейчас вылетишь с трассы Ну, все равно думаешь о своем здоровье О здоровье других участников И все равно Стараешься аккуратнее А вот есть такие парни Ну, я не говорю про команду Про вашу Но, может быть, в команде есть У которых есть страх в глазах Которые все-таки побаиваются Ну, может, есть Я так даже точно не скажу Ну, вообще, чувство страха Это нормально Да Не, ну, чувство страха А вот страх вылететь с трека Ну, опытные горевики Я несколько близок к команде Восток с Пидвей У города Владивостока Опытные горевики Я раньше так Белка называю Страх Они уолируют его Ну, ты же Белка прыгнула на плечо Прыгнула Глазки закрыла Сами ручками Человек закрывает, да? В свое время Перестраховывается Но это, опять же Человек себя сам побеждает Раскатывается И находит Вот именно Почему потерял ход Значит, что-то Какой-то дискомфорт Либо самой техники Либо самого человека Внутреннее состояние Даже как оркестр Если зафальшивить хоть одна труба Оркестр Ну, да Согласен И вопрос такой По поводу скорости Ну, понятно, что на треке Спидвей Какая максимальная скорость? Ну, или средняя скорость Которая развивается? Смотря какой трек Есть треки Ну, на льду Длинный трек 120, да? Да, можно Более того На входе А в обычной жизни Ну, так скажем На гражданке Ну, у тебя есть права Я знаю на мотоцикл У тебя был мотоцикл Ты превышал скорость Ты гонял Ну, как гонял По правилам Ну, 120 Ну, так я быстрее ездил Не, просто мне Вот скажите Правда или нет Говорят, что те профессионалы Которые на треке выступают Они гоняют только на треке А в жизни Очень аккуратно в жизни Да Вот Супер аккуратно И говорят, что они даже Как сказать Они не дружат с теми Кто превышает скорость Да То есть они против Это правда То есть человек, который рискует Он понимает цену Цену риска Я буквально был свидетелем Когда Сергея увезли В поселке Раздольное Следом через заезд Я увлекся в любителя Да так, что помутнело в глазах Это правда Ну, и такой риторический вопрос Уже в заключении В чем секрет чемпиона Как стать чемпионом? Ну, нужно тренироваться больше Да И общую физическую подготовку Может быть страх Вот то, что про белочку говорили Что забыть Ну, это тоже Большую роль играет Что нужно Не бояться Не бояться, да И готовить технику хорошо Чтобы не подвела в гонки И саму газовать Газовать Правильно говорит Сергей Газовать Спасибо вам Спасибо за беседу Еще раз пожму ваши руки Вам спасибо за внимание Гоняйте только на треке Скорость не превышайте Смотрите Альфа-канал Спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин